Там пукнул человек, и сместился позвонок, да, упражненница какой-нибудь там делал, напряг животик, пук, что-то опять у него там стрельнуло, и эти люди рассказывают, они же правда говорят, я лежу на спине, там, ножку поднимаю, у меня что-то там щелкнуло, но это все говорит о том, что вся конструкция нестабильна, вы поймите, то есть, ну, и тут, и сейчас мне этот человек будет рассказывать, что ему помогает йога. Я пойду, я вот, как вот вы думаете, йога мне будет помогать? Как она будет вам помогать? Вы еще, ну, там вот эти вишенки, да, вот эти фитюльки, ниточки, они так болтаются, сейчас вы будете сгибаться, ну, вы согнетесь, у вас улетит этот позвонок, и все, я даже не знаю, как это объяснять, понимаете, ну, просто на приеме ты же не можешь человеку сказать, что, да я вообще боюсь сейчас, вы порог запнетесь, у вас там что-нибудь отвалится где-нибудь, потому что, ну, судя по вашему позвонку, позвоночнику, вы вообще тяжелее ложки никогда ничего не держали, ну, ну, опять я, опять я немножко эмоционален, ну, просто тема такая, вот я говорю этот анекдот про Чукчу, а мне вот, а меня в Москву увезет? И тебя не увезет, и тебя не увезет, и тебя не увезет, потому что, ну, пояс не идет этот в Москву, да? Итак, разобрались, нам нужны большие крепкие мышцы, они создают остов, они стягивают любой самый нестабильный, неправильный позвоночник со всеми грыжами, шморлами, протрузиями, гемангиомами, все так стянулось, что человек даже и не в курсе, что у него там есть какая-то протрузия, ну, у него настолько все стабильно. У меня приходят люди, ну, реально серьезные спортсмены, там смотришь на позвоночник, там, а он говорит, там, меня мама в детстве на перилу уронила, я говорю, что у тебя такое было? Там позвонок один, да, а второй развернут и углом в нем стоит. Я не знаю, этот человек может вообще не ходить гипотетически, но у него там такие вот столбулины, которые не помещаются в аппарат МРТ. Аппарат МРТ делал снимок и обрезал мышцы, ну, потому что они не влезли туда, катушка не берет там уже, все. То есть вот этот человек приходит, ну, он приседает 300, у него там позвонок углом стоит. То есть возможность наших мышц компенсировать состояние безгранична. Есть мышцы, есть компенсация. Нет мышц, все, вам не на что рассчитывать совершенно. Да даже вам такой пример приведу. Знаете, есть сердечно-сосудистый риск. Люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, да. И есть такое исследование крупное, которое демонстрирует, что как только у человека, у взрослого мужчины старше 65 лет падает сила рукопожатия, он попадает в зону высокого сердечно-сосудистого риска ближайшие 3-5 лет. Представляете, даже сердце связано с силой рукопожатия. То есть как только у мужчины снижается сила, это приближает его к сердечным рискам, осложнениям. Также вы должны помнить, что вся старение нашего организма имеет прямую зависимость от саркопении, то есть от уменьшения количества мяса в нашем организме. То есть чем меньше у нас мяса, тем старее наш организм. Итак, мы поняли, нам нужны здоровые мышцы, да, крепкие, да. Ну, как я не знаю, как визуализировать. Ну, представьте себе кого-нибудь сейчас скрипача, да, скрипач такой. Есть ролик в Comedy Club такой про скрипача, да, бил себя в грудь, говорил там, да. И вот такой скрипач, у него там мышцы нет, он тоненький бицепс такой, да. Или там вот, допустим, там, я не знаю, там у меня, да, там бицепс, да. И нам обоим дали ящик помидор, да, там донести или багажник загрузить, там, ребенка посадить в детское кресло. И он вот сажал там, раз, у него что-то оторвалось тут, да. И там я, допустим, сажал там, ну, я не знаю, ну, мышцы, они же, ну, представьте, вот мышцы, которые в позвоночнике, они даже больше, там, бицепсов, трицепсов, то есть они реально имеют огромный объем. Поэтому, ну, я надеюсь, что хорошо визуализировал, да. Теперь следующий момент. Кроме объема мышца еще может пребывать в состоянии жировой дегенерации. Ну, знаете, такой, представьте себе, ВДВшника такого, ему 50 лет такой. Он еще ходит, вот 2 августа он ходит на праздник, да. Да, но так он, знаете, такой заплывший такой весь, да. То есть он давно уже не занимается спортом. У него руки огромные, по 50 сантиметров. Но там, как бы, ну, не мышцы, а такой же, ну, прослойки жировые. Ну, он просто объемный, да. Вот с мышцами позвоночника бывает то же самое. То есть они вроде есть, но на самом деле там жировые капельки, там перерождение жировой мускулатуры, жировое перерождение мускулатуры. С этим тоже можно работать. Итак, теперь представьте себе, да, вот перед вами скрипач. И он хочет укрепить себе бицепс. Вы что ему посоветуете? Йогой заняться? Пилатесом? Что вы ему посоветуете? Не знаю, растягивать бицепс? Дополнительно растягивать бицепс? Ну, логику вы чувствуете, о чем я говорю? То есть ваша задача, ну, чтобы бицепс увеличился только в спине. Что вы ему дадите? Вы ему скажете, гантелька, ну, силовая нагрузка нужна, там, резинка, да, я не знаю, на петлях, там, подтягиваться начни, да. То есть то же самое нужно и, в принципе, спине, ну, она не исключение, там, те же самые мышцы, да. То есть нужна силовая нагрузка. Итак, первое, там, осевая, да, вот то, что вот мы знаем, это осевый орган. Ну, второе, мы теперь знаем, что нам, ну, мышцы нужны обязательно, безмышц никуда, да, да. И третье, мы уже теперь знаем, что нам нужна силовая нагрузка, нам не нужна йога, да. И еще мы помним, что есть острый процесс, который, ну, силовой нагрузкой заниматься, наверное, нельзя, потому что там воспаление. Нужно оставить в покое этот орган. Итак, следующий момент. А если вот это жировое перерождение, да, вот этот ВДВшник, как ему себя форму привести? Надо ему сейчас бежать всю силовую нагрузку, гантельку? Нет, ему нужен многоповторный режим тренировок, втянуться, втянуться. Любой нормальный тренер скажет, надо позаниматься, там, месяца три на всех тренажерчиках, круговая тренировочка, чтобы все мышцы выполняли нагрузку, там, на 30, на 40 раз, вот так. Походить по дорожке, да, жирок подсбросить немножко, и потом уйдет на силовуху. Вот то же самое нужно и вашей спине. Следующий момент. Представьте себе две ситуации. Есть крайность такая. Люди говорят, а я вот вообще берегу себя всю жизнь, вот у меня была уже, у меня спина болела, мне вот сказали, я упражнение делал, мне ничего не подошло, я забил, и вообще теперь аккуратно живу, хожу так вот, аккуратненько сажусь, аккуратно встаю, из машины вылезаю за ручку, там, держусь, да, сплю, ложусь через бочок, аккуратненько так, и мне 35 лет. Теперь представьте ситуацию, да, ну, нормально ли вообще, насколько стабильна эта ситуация, да, там, ветерок подул, и все, и его заклинило, не смог разогнуться, пошел голову мыть, чуть дольше постоял в наклонку, и уже все, разогнуться уже не смог. Чтобы этого не происходило, все-таки наш организм, наш орган, осевой, да, позвоночник, должен выполнять некоторые нагрузки. То есть представьте, кто крепче? Парень, который регулярно ходит в спортзал, раз в две в три недельки, там, делает становую тягу, 80 килограмм, не много, ни 200, ни 300, не делает рывок над головой, там, 150, не, 80 килограмм, там, поделал спокойненько, без надрыва, пресс покачал, да, присесть он может со штангой, ну, может присесть со своим весом, вот я вешу 75, там, я могу 75 присесть, раз 20, может, 25, может, 30, не знаю. Ну, это наверняка, это дает ресурс прочности моему организму, то есть наверняка мой организм развалится не так быстро, как организм человека, который вообще никогда осевых нагрузок не видел, и для него это что-то вообще такое умопомрачительное. Итак, следующее, понятно, что нам нужны осевые нагрузки только дозированно, то есть вот эта механическая нагрузка под силой тяжести с дополнительными отягощениями, это как таблетка, то есть я как бы, вот я знаю, она должна быть дозированная, я вот дозу принял, и теперь какое-то время я могу, у меня сохраняется тонус, увеличивается площадь сечения мускулатуры, она крепче становится, то есть вот логика здесь такая. Следующее, по мышцам рассказал, по прогнозу сказал, гипертрофия, тонус. Следующий вопрос в зал, ну, как бы он тоже риторический, если я делаю утреннюю гимнастику, как бы насколько это вот мне вот помогает моему позвоночнику быть здоровым? Ну, гипотетически ты разминаешь немножечко суставчики, ты им позволяешь подвигаться, ты выравниваешь тонус, может, мускулатуры, может быть, немножечко там увеличиваешь пульс, но не более того, то есть ни о каком укреплении позвоночника от утренней гимнастики, ну, тоже речи не идёт, понимаете? Поэтому, ну, вот так вот к этому нужно относиться. Исходя из этого, да, можно, ну, следующее, давайте ещё следующее, чтобы совсем было понятно. На спине есть мышцы, и, допустим, есть мышцы, которые отвечают за вертикальную позицию тела. Прежде всего, к ним можно отнести ягодицы. Продолжение следует...